Этот прибор называют гарпун, но больше подошло бы название всевидящее оком, потому что от его взгляда скрыться невероятно тяжело. В этот раз сотрудники ГАИ настроили его на выявление автомобилей, снятых с учета. Одним из них управлял Илья Петров. После покупки машины не успел ее поставить на учет, поскольку ремонтировал, но уже записался на госуслугах, чтобы оформить все документы. Теперь сможет использовать авто только со дня регистрации. Купил машину, была на ремонте, вовремя не поставил на учет. Вот записался на 29 число. Водители на автомобилях, не поставленных на учет, по статистике одни из самых опасных, поскольку они часто нарушают правила, зная, что штрафы с камер видеонаблюдения им не придут. Поставить машину на учет после покупки требуется в течение 10 дней, однако многие не торопятся, продолжая ездить без регистрации. Если такого нарушителя поймают, то ему придется заплатить все штрафы, которые он собрал за этот переходный период. Зачастую водители пренебрегают правил дорожного движения, проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на полосу встречного движения. Выясняем все обстоятельства, при необходимости связываемся с предыдущим владельцем, смотрим основания для управления транспортным средством, необязательно должен быть договор купли-продажи и уже принимаем решение в соответствии с действиями законодательства. Штраф за управление неизрегистрированным авто от 500 до 800 рублей. За повторное нарушение 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. За время рейда удалось выявить 11 автомобилей, которые не были поставлены на учет вовремя. Такие рейды проведут и в других районах города. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok